В целом по автомобилю это американец, он пришел с Америки с повреждением по передней части, двойной окрас, по кузову ничего критичного нет. Так, ну вот нам удалось по блоку двигателя определить пробег. Это Ford Fusion с двухлитровым турбомотором. Ну это автомобиль с Америки, очень хорошая комплектация, это можно сказать максимальная получается, двухлитровый титаниум, по кузову получается она красилась в двойной окрасе, кроме крыши и крышки багажника. Двойная окраса до 300 микрон. Всем привет, новое видео в новой рубрике и сегодня у нас Ford Fusion, погнали. Ребят, посмотрим Ford Fusion, смотрим второй рестайлинг от 16 года, поставил по низу рынка 9000 аварийный, начинается 14 350 и верх рынка, например, ставим дорогие, так, 25 700, но вообще, конечно, цена такая приличная. Посмотрим один двухлитровый за 21 500 долларов, подробно съездим, посмотрим его, собственно, вот он 21 500, но это в жирной комплектации, восемнадцатый год, на автомате двухлитровый бензин, проверим заявленный пробег, посмотрим, какие были повреждения, в общем, оценим техническое состояние автомобиля. И еще посмотрим вот такой вот, чуть пониже по цене, это 18 999 долларов 2019 года, полтора литровый комплектация попроще, но тоже, в принципе, неплохая комплектация, здесь салона нет, он забегая наперед, он такой на коже, на роже, то есть, в принципе, неплохая комплектация. Ну и, в принципе, оценим по этим двум автомобилям, чтобы было понимание вообще, в каком они состоянии, вот в таком бюджете идут. Конечно, неплохо было бы посмотреть еще хотя бы один автомобиль по самому низу рынка, но на данный момент посмотрим только вот эти два. Вообще, пишите в комментариях, какие было бы интересно вам автомобили, вот в таком вот формате, чтобы мы сделали. В общем, погнали. Ребят, приехали мы смотреть первый автомобиль. Получается, автомобиль стоит 18 999 долларов, но в самой автокомиссионке цена стоит 19 999 долларов. Давайте, собственно, посмотрим. Легкосплавные диски, фаркоп, ABS, ESP, антипробуксовочная система, иммобилайзер, сигнализация, подушки безопасности, кожаный салон, датчики дождя, парктроники, камера заднего вида, контроль мертвых зон на зеркалах, люк, электростеклоподъемники, ну это понятно, богатая комплектация, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, AUX, Bluetooth, CD-магнитола, большой экран написано, 65 тысяч автомобиля пробег, спросим у ребят, какой на них может быть торг, именно вот на этот автомобиль, в общем, погнали. Ну, в целом, по автомобилю, это американец, он пришел с Америки с повреждением по передней части, получается капот, переднее правое крыло и две двери правые, оно в родне и крыша, остальное все двойные окрасы, сделано качественно, визуально качественный ремонт, двойные окрасы, по кузову ничего критичного нет. Вот прошла быстрая диагностика автомобиля по блокам, ну, ошибок нет, сейчас будем смотреть более глобально по блокам, показания реального времени, посмотрим. Про перепроверим на всякий случай пробег, на оригинальной сходе и на аукционах он, как бы заявленный, если битфакс или карфакс, он как бы не обманывается этим, как бы официальные аукционы, но лучше перепроверить в лишний раз, сейчас посмотрим, более глобально. Пробег смотрится по трем блокам в основном, это блок АБС, блок коробки и блок двигателя, как бы это основные блоки, по которым пробивается пробег. Ну, не во всех случаях, конечно, можно пробить прям по всем блокам, но в 50 на 50 тут как повезет, но в основном по какому-то блоку удается пробить. Так, ну вот, нам удалось по блоку двигателя определить пробег, он как бы соответствует заявленной на приборке, 95 400 километров. По блоку АБС и коробки не удалось пробить, только по блоку двигателя показали. По подушкам безопасность, они на месте, показывают больше 2 Ом сопротивления. Осмотрели первый Ford Fusion, подборщик не очень хочет общаться на камеру. По автомобилю, как уже вы слышали, это двойные окрасы. В целом автомобиль, понятное дело, что все автомобили Соединенных Штатов Америки, которые вгоняются в Республику Беларусь, они, как правило, после ДТП. Здесь в целом по автомобилю ДТП было достаточно легкое, то есть геометрия, все на месте, безопасность, все, как вы видели, на месте. В целом автомобиль, в целом автомобиль по технической части, все норм. Как вы видите, визуально тоже автомобиль выглядит достаточно неплохо. Сделали тест-драйв, как сказал подборщик. Если бы это было в рамках услуги подбора авто под ключ, то следующий этап, это загнать его на СТО для более глобального осмотра. Ну а так, первичный осмотр автомобиль прошел. Двигаемся дальше, сейчас пойдем смотреть следующий Ford Fusion, но уже в более богатой комплектации с другим мотором. Следующий автомобиль, который сегодня будем осматривать, это Ford Fusion с двухлитровым турбомотором. То есть это очень, к сожалению, стоит он в таком месте, прямо здесь болота настоящая. Но что не сделаешь для контента. Двухлитровый бензин, получается, литые диски, АБС, ЕСП, антипробуксовочная система, иммобилайзер, сигнализация, подушки безопасности, передние, боковые, задние, датчики дождя, камера заднего вида, парктроники, контроль мертвых зон на зеркалах. Люк, получается кожа, круиз, мультируль, электросидения, электроподъемники, передние и задние. 55 тысяч указан пробег. Цена автомобиля 21 500, у ребят здесь заявлено. Сразу забегая наперед, это полный привод, это одна из самых жирных комплектаций, которая только может быть именно на Fusion. Конечно, у нас более частый вариант на рынках продают, вообще в целом в Беларуси продают это с 1,5-литровым турбомотором, потому что такой автомобиль стоит на порядок дороже. И это тоже не исключение, больше 20 тысяч долларов, а если быть точнее, 21 500. Ну, давайте смотреть. Пока идет быстрое сканирование по блокам, смотрите, по кузову получается, ну, это автомобиль с Америки, очень хорошая комплектация, это, можно сказать, максимальная. Получается 2-литровый Титаниум, ну, для Fusion это очень хорошая комплектация. Тут коричневая кожа, с люком, в общем, все навороты. Контроль мертвых зон, черный потолок. Ну, и, соответственно, цена, как бы, поверху рынка, так как такая комплектация, она стоит денег. За нее у нас в Беларуси хотят. За этот именно автомобиль 21 500, как бы, плюс торг. Ну, сейчас вот здесь быстрое тестирование. Пока не дошло по кузову, получается, она красилась двойной окрасой, кроме крыши, крышки багажника. Двойной окрасой до 300 микронов. То есть ничего критичного. Так, быстрая проверка у нас прошла. Ошибок нету. Что касается пробега на приборной панели, 81 тысяча указано. Ну, сейчас будем смотреть по блокам более подробно. Начнем с блока ABS. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, вот, удалось по блоку двигателя, опять же, пробить пробег, 81 тысяча. Ну, то же самое, как заявлено на приборной панели. В принципе, для двухлитрового двигателя это вообще не пробег. То есть автомобиль достаточно живой в плане технической части. И кузов неплохой относительно. Учитывая, что это американец, сделан он неплохо. Так, ну что, по автомобилю, что можешь сказать, вообще прошел. Давай, допустим так, если бы этот автомобиль у нас был в рамках подбора автоподключен, он бы прошел проверку? Да, тут ничего у него нет страшного. Как бы по кузову он нормально сделан. То есть геометрия на месте, вонжероны все на месте. Техническая часть порядка. Хорошая комплектация. Пробег двигателя небольшой, 80 тысяч. То есть дополнительно можно было бы загнать его на СТО? Да, но тест-драйв сделал, как бы никаких нареканий нет. Но лучше контрольно загнать такой автомобиль на СТО и более глобально перепроверить лишний раз. Чтобы не было никаких дополнительных нюансов. Да, ребят, у себя обычно мы как делаем? Сначала осмотр автомобиля, подборщик выезжает на место, осматривает его автомобиль, что называется, своими силами. Потом дополнительно, если он проходит первичный осмотр, положительно проверку. То есть компьютерная диагностика, тест-драйв. Проверяется автомобиль по базам, пробивается. Также на предмет залогов. Также осматривается автомобиль по кузову на предмет ДТП. Иных недостатков. После чего он, если проходит все проверки, то он загоняется непосредственно на СТО. Также надо понимать, что автомобили из Соединенных Штатов Америки мы сегодня смотрели. Это Ford Fusion. И в целом все, ну процентов 95 автомобилей из Америки. Они как бы приходят к нам с повреждениями. Это ни для кого не секрет. Здесь надо обращать внимание, как он был сделан, восстановлена ли безопасность. И качество, конечно же, ремонта. Я имею ввиду визуально лакокрасочного покрытия. Потому что повреждения повреждениям рознь. Одно, если у автомобиля были повреждения, и они, условно говоря, это все там, кузовщик отстучал. Завалили шпаклевкой и все это покрасили, слепили. То это одно. Это не очень хорошо. Но, если автомобиль, например, поменяли, условно говоря, бампер, капот, телевизор, крыло, там, дверь на новые. Все это сделано было качественно на нормальном СТО. То, в принципе, это неплохой вариант. Как сказал подборщик, здесь крыша и задняя крышка багажника в родном окрасе. В остальном автомобиль в двойных окрасах бьется это все дело до 250-300 микрон. По технической части автомобиль в хорошем техническом состоянии. Также большой плюс, что это очень жирная комплектация Титаниум. Их, на самом деле, очень мало у нас в Белоруссии, потому что все гонят полтора литровый. Здесь уже 2 литра турбо на полном приводе. То есть, очень интересный вариант. Если вообще вам такая рубрика заходит, пишите, не судите строго. В таком формате это первое видео. Следующее видео постараемся сделать более профессионально. Понятное дело, что осмотры автомобилей проводились, ну, не все я вам показывал. То есть, где-то на ускоренном, где-то на нарезке. То есть, так порядка 30-35 минут осматривается на месте каждый автомобиль. Как правило, если по отчету автоподбора, то это, если человек заказывает разовый осмотр, например, то это обычно 120, от 100, грубо говоря, до 200 фотографий, несколько видеороликов небольших. Также скрины с компьютерной диагностики. В общем, в таком формате. Если вам понравился данный формат, пишите, ставьте лайки, делайте репосты. Ну, а мы тогда продолжим и периодически будем такой формат развивать. Будем делать это все более профессионально. На этом все. Не забываем поставить под этим видео лайк. Подписаться на канал, если вы не подписаны. Всем удачи на дорогах. Всем пока.